Добрый день. Первая поликлиника. Как вы себя чувствуете? После того, как в Самаре появился координационный центр помощи больным пневмонии COVID-19 и ОРВИ, удалось разгрузить первичное звено здравоохранения. Персонал первой городской поликлиники уже не сортирует звонки, а занимается консультацией пациентов. Многие жители с легкой формой болезни находятся на амбулаторном лечении. Им оказывают поддержку дистанционно. Мы сейчас хотим добиться того, чтобы максимальное число пациентов осматривались на дому, чтобы они не шли в поликлинику. Именно поэтому мы пошли по тому пути, что мы у себя создавали дополнительные бригады неотложной помощи, дополнительные бригады сестринские, чтобы максимально охватить пациентов на дому. В помощь врачам-терапевтам первой поликлиники направили 15 ординаторов, а также переориентировали медперсонал других отделений, например, стоматологического. Своих врачей, свободных от приема, я сажаю на обзвон пациентов, которые обращались в поликлинику за помощью. Существует алгоритм, по которому врачи обзванивают пациентов, спрашивают о их самочувствии, наличии и отсутствии температуры, кашля, одышки. Выясняют, какую терапию они принимают, выясняют ли, нужен ли в ближайшее время врач. По результатам этого обзвона терапевты делают обход пациентов. Больным, которым требуется экстренная помощь, направляют в бригаду скорой, к остальным выезжает неотложка. Специально для этого сформировали дополнительные бригады. Если раньше их в поликлинике было две, то теперь появилось дополнительно четыре бригады неотложной помощи, три мобильных сестринских бригады и специальная патронажная бригада, которая выезжает к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Только за один день в эту поликлинику поступает более 450 вызовов и более 300, связанные с повышением температуры. Жителям, которые чувствуют недомогание, советуют звонить на бесплатную горячую линию координационного центра. Телефон вы видите на экране. Мэри Илчан, Светлана Кудрявцева. События.